МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместо сдачи старых норм ГТО школьники будут заниматься новыми и даже, возможно, экстремальными видами спорта. С 29 апреля стартовало общественное обсуждение программы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Напомним, в марте президент России Владимир Путин поручил Минспорту и Миноборнауке предметно заняться воссозданием в новом формате комплекса нормативов, которые были разработаны еще в СССР и носили название «Готов к труду и обороне». Возвращаться к прошлому разработчики в ФСК не намерены. Речь идет не о комплексе ГТО, а о совершенно новых нормативах. Они могут включать в себя нетрадиционные виды спорта, популярные среди молодых людей и подростков, например, велоспорт, ролики и скейтборд. Есть такое движение, как паркур. Хороший элемент. Почему бы это не отразить? Может быть, не в обязательной части, а как элемент тестов. Почему бы нет? Для армии это как полоса препятствий будущим. Тоже, может быть, как-то она может перекладываться на будущее. Поэтому почему бы нет? По словам экспертов, нормативы должны быть гибкими по отношению к современным подросткам, так как особенностям регионов страны и возможностям самой школы. В качестве такого рабочего варианта рассматривается не просто какой-то унифицированный набор нормативов, абсолютно одинаковый для всех и для всех групп здоровья, а некий набор нормативов, из которого можно выбрать и сдать. Ну, то есть, например, 10-15 нормативов, из которого 5-7, например, выбираются и сдаются. То есть, например, плавание точно, но бессмысленно делать всеобщим нормативом всех школьников Якутии, потому что тогда их придется на вертолетах возить в бассейны, чтобы они там плавали, что просто является абсолютно такой волонтаристской фантазией. Кстати, возможно, в будущем успехи старшеклассников в области спорта смогут повлиять на общую сумму баллов по ЕГЭ. Также присутствующие напомнили, что Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс охватит не только школьников и студентов, но и все слои населения. Свой вариант нетрадиционного вида спорта предложили уральские студенты. Они совместили зимние катания и летнее купание. За суровыми уральскими забавами наблюдала корреспондент Уральского горного университета Айсула Юсупова. Для этих спортсменов сегодня главное не упасть, курясь лицом. Так, по-летнему, сноубордисты и лыжники клуба Snow Family закрыли зимний сезон. Водными катаниями спортсмены встречают весну уже второй год подряд. Новый сезон, новые требования. На этот раз минимум одежды и максимум рок-музыки. Это отлично. Провестили сезон, потом подурачить здесь, на Уктусе, понырять в воду. Мне кажется, самое лучшее чувство – это как сходить в баню. Шкала термометра уже перешагнула нудивую отметку. Поэтому такую водно-снежную трассу над естественным водоемом участники клуба построили сами. Трамплин делаем до трюков. Зачем еще его делать? Ксения сегодня единственная девушка, которая решилась на экстремальный спуск в воду. Но чтобы опробовать трассу, сначала спустилась на бублике и только потом встала на доску. Это весело. Мокро, внезапно, холодно. Но весело. Как признали сами райдеры, закончить серьезный спортивный сезон водными катаниями – лучший отдых и дань экстремальному спорту. Айселу Юсупова, Артем Аверкиев, Горные Вести. В Алтайском государственном университете стартовала акция по высадке деревьев в Бобровском заказнике. Это позволит восстановить лесные площади, которые были уничтожены пожарами. Причиной пожаров стало недобросовестное отношение людей к природе. Главная задача акции – показать студентам, как сложно посадить и вырастить лес. Мы занимаемся посадкой деревьев, вот таких вот маленьких. Мы надеемся, что они все приживутся. Здесь будут новые сосны. Конечно, очень жаль, что столько выгорело. Мы надеемся, что наше дело зря не пропадет. За три дня акции планировали посадить около 40 тысяч деревьев. Но уже в первый день было высажено 52 тысячи. Совсем скоро страна отметит 68-летие победы в Великой Отечественной войне. Студенты по всей стране проводят акции в память о героях тех сражений. Студенты Казанского федерального университета совместно с Центром патриотического воспитания КФУ ежегодно проводят уборку могил ветеранов Великой Отечественной войны. Перчатки, веники и грабли – вот главное оружие студентов против мусора, накопившегося на кладбище за год. Ребята не боятся черной работы, ведь это их небольшой вклад и их дань памяти солдатам. Ребята перед началом этого мероприятия сделали большую работу. Они по карте установили места захоронений наших ученых. Сначала они провели исследовательскую работу, они установили, где кто захоронен. И уже мы точечно работали по конкретным именам. По словам организаторов и студентов, такого рода мероприятия стоит проводить как можно чаще. С помощью них можно воспитать молодежь, которая помнит о прошлом своей страны. В Баден-Бадене в рамках официальных мероприятий Года России и Германии открылся второй фестиваль – Дни российской культуры. Мероприятие организовано компанией Арт-Ассамблеи при поддержке Министерства культуры России. Впервые прошедший в апреле 2012 года фестиваль был тепло принят публикой из России, жителями Германии, а также других стран Европы. В рамках форума проходят кинопоказы, спектакли, фотовыставки и вернисажи, творческие встречи с видными представителями российской культуры. Это праздник для знатоков и ценителей кинематографии, театра, оперы и балета, музыкальной классики и джаза, художественной фотографии, живописи и графики. Между тем, фестиваль Дни российской культуры – это не только площадка для демонстрации достижений российских мастеров искусств, но и форум для обсуждения актуальных вопросов германо-российских отношений с целью улучшения взаимопониманий между странами. Приграничное расположение Баден-Бадена позволяет посетить фестиваль не только жителям Германии, но и гражданам Франции, Швейцарии и других стран Европы. При этом география мероприятия за год существенно расширилась. Второй фестиваль Дни российской культуры продлится до 8 мая 2013 года и пройдет не только в Баден-Бадене, но и других городах Германии. Первомайская Москва и Киноночь с Вуди Алином. О том, как провести первые майские дни в нашей рубрике «Афиша». Экспозиция под названием «Музей всего. Выставка номер 5» открылась в центре современного искусства «Гараж». Здесь представят работы 50 художников без академического образования, работающих в разных стилях и техниках. Работы собраны в результате тура по городам России. В рамках выставки пройдут лекции и творческие мастерские для детей. В день весны и труда проект «Иди и смотри» приглашает на экскурсию Первомайская Москва советской эпохи. Вы погрузитесь в воспоминания о теплой, дружественной атмосфере Первомая и быте советского времени. Совершите познавательную прогулку по московским улицам, по пути прикасаясь к тайнам прошлого и жизни людей из Дании. В программе «Советские деньги», двухкопеечные телефоны, граненые стаканы. «Октябрятская звездочка», чтение достижений заводов и фабрик, торжественный прием в пионеры. 2 мая кинотеатр «Факел» представляет ретроспективу легендарного Хаяо Миядзаки. Еще вчера полнометражный аниме-фильм, выпущенный в 1991 году. 27-летняя девушка Таэка отправляется из Токио, где она живет, в деревню к родственникам, чтобы помочь им со сбором шафрана. Во время этого путешествия она часто мысленно возвращается в детство, вновь и вновь переживает давние открытия, веселые и трудные моменты своей детской жизни. После показов фильма состоится обсуждение. В субботний вечер 4 мая для любителей режиссеров «Удеально» проведут Киноночь. В программе показ трех кинокартин режиссера. Две из них стали лауреатами премии «Оскар». Это картина «Энни Холл». Она рассказывает о жизни комика, который скептически анализирует свои неудачи в личной жизни. Второй фильм «Лауреат» – Ханна и ее сестры. Здесь зрителям расскажут о любовном многоугольнике. Мир образования, науки и культуры бесконечен, а наш выпуск, к сожалению, нет. Далее вас ждет прогноз погоды, а мы прощаемся. Увидимся, когда наступит наше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова